Я считаю, что вообще любая выставка сегодня, которая проводится по нашей тематике, является очень важной. Почему? Ну тут целая серия таких причин или оснований для этого. Ну, во-первых, раньше, если так говорить, у нас была целая стройная система внедрения достижений науки и техники. Начиная от Госкомитета по науке и технике ГНТ, который имел целую серию программ научно-технических и целый ряд других проблем. В каждом министерстве было специальное подразделение, так называемое научно-техническое или управление, или главное управление, или департамент. И, кроме того, вы знаете, я вот сейчас вспоминаю себя, когда работал на производстве, самые большие премии нам были за внедрение новой техники. Сегодня этого, к сожалению, ничего нет. Поэтому выставки являются одним из очень немногих возможностей для того, чтобы люди могли обменяться опытом, обменяться мнением, посмотреть, что есть у передовых сегодня предприятий. И, как правило, всегда на подобных выставках очень много интересных моментов, которые касаются технологии, техники, оборудования. Поэтому даже трудно переоценить то значение, которое играют подобные выставки. Причем эта выставка является главной, но у нас ведь немало есть и региональных выставок, среди которых я бы хотел отметить Башкирскую, которая, пожалуй, является одной из наиболее, не наиболее, не пожалуй, а точно, наиболее крупной из всех региональных выставок. И очень интересная проводится. В этом году они провели выставку в специально построенном здании. По-моему, впервые за последние 20 лет в регионе сделали специальный выставочный комплекс. Вторая выставка, наверное, Казанская, там очень интересно, много бывает разных технических, технологических решений. Выставка в Тюмени, в Сургуте, выставка в Саратове бывает еще, в Куйбышле, в Самаре теперь, сразу не поймешь. То есть, в принципе, достаточно много выставок нефтегазовой тематики, и это правильно, это нужно. Даже в таком, казалось бы, экзотическом месте, как Новый Уренгой, и то бывают иногда выставки, которые посвящены проблемам газа. Поэтому я уже об этом много раз говорил, и на официальных, и неофициальных мероприятиях, что выставка нефтегаз, которая проводится здесь, играет огромную роль в жизни и деятельности всего нашего нефтегазового сообщества. Я считаю, что и в прошлом году, и в этом все же очень много натурных образцов. Это очень здорово и хорошо. Почему? Потому что народ наш привык пощупать, а не просто посмотреть те материалы, которые бывают там в виде каких-то экспонатов даже, или в виде брошюрок и так далее, и так далее. Поэтому я вот посмотрел, и как раз то, что очень здорово использована открытая площадь, это правильно и хорошо, и здесь, главное, есть возможности для этого. Это раз. Во-вторых, ну вот я посмотрел, конечно, тут выставку нужно неделю ходить, чтобы все внимательно посмотреть, но тем не менее, конечно, во-первых, много новых компаний, которых в прошлом году еще не было. Во-вторых, достаточно много действительно очень интересных образцов. Ну и направленность, может быть, того, что соседи рядом, тут проходит выставка по электроэнергии, по-моему, или что-то такое похожее. Но, во всяком случае, достаточно большой упор сделан на вопросы энергосбережения, энергоэффективности. Это очень правильно и хорошо, потому что энергосбережение – это не просто лампочки использовать, но главное – это технологии новые, которые нужно внедрять и которые действительно могут решить проблемы многие. Ну, в качестве иллюстрации. Мы вот сейчас вспоминали о том, что еще, ну, 20 с лишним лет назад мы как-то были вместе с Виктором Степановичем Черномырдовым, он тогда командовал «Газпромом», и мы были в компании «Новопиньони», которые производили хорошие очень газоперекачные агрегаты, ну, в данном случае турбины, которые тогда имели коэффициент полезного действия 44%, а мы сегодня еще не имеем таких показателей. Поэтому, конечно, надо смотреть и внедрять такие вещи, потому что мы, например, сегодня большой объем газа тратим на так называемые собственные нужды для перекачки газа, чтобы доставить его из Уренгоя в центральные районы или там в Европу и так далее, и так далее. Поэтому для нас вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности оборудования технологического является весьма важными. за последние, так скажем, сколько уже, ну, более 30 лет, наверное, 33 года, как я постоянно бываю на всех выставках, которые касаются нефтегазовой тематики или строительства. Потому что, значит, в 1982 году, когда я начал уже работать в Миннефтегастрое, ну, эта тема была для меня интересной и правильной. И, в общем-то, ни одна выставка последних, тем более в последнее время, не проходит без нашего активного участия. Я имею в виду и Союз нефтегазопромышленников, и сам лично, как правило, принимаю участие и в открытии, и в тех конференциях, форумах. Во-первых, потому что, во-первых, набираешься сам и определенного опыта, и каждый раз, каждый раз открываешь для себя что-то новое. Потому что многие компании действительно стараются привести новые технологии. Люди очень интересные. Вы знаете, всегда очень интересно общаться с профессионалами. Неважно, в каком он деле. Или он там повар-профессионал, или, значит, там плотник-профессионал. Всегда интересно. А здесь других же нет. Те люди, которые представляют здесь свои компании, на стендах или на конференциях, докладчиках, это люди высочайшего уровня профессионала, поэтому общение с ними, оно просто обогащает любого человека. А для тех людей, которые хотят что-то познать, то, наверное, трудно найти более интересный источник пополнения знаний, чем подобные выставки. Поэтому я, прежде всего, хочу от души поздравить весь коллектив, большой, огромный. Причем, вы знаете, вот здесь тоже то, что я заметил. Конечно, люди меняются, но практически нет людей равнодушных. Те люди, которые здесь работают, они любят это дело, любят людей, которые приходят на выставку, очень являются гостеприимными. И это, конечно, позволяет сделать так, чтобы посещение выставки для каждого человека было настоящим праздником.